Отсюда началась белорусская столичность Менска, скажет Александр Уласов, человек-легенда, один из старальников славутой газеты «Наша Нива». На это слово у него будут все правы. И это рубрика «Место силы» с Павлом Королевым. На тот час, в начале 2020 года, газета сталася руководителем национального отражения. Белорусская справа Вильнии с большого наладилась. И, как жертвовал Уласов, все белорусские девочки там уже не смещались на одной канапце. А Менск на дворот представлял собой таемничую, беспячую Беларусь. Бо национальных организаций там не было. Тому у наших девочков-адрадженцев стала новая задача, которую можно было сформулировать двумя словами. Даешь Менск! Уласов, покидая редакторство газеты «Нашей Нивы», Купалу. И в 1913 году перебирается в Менск, нашу теперешнюю столицу. И думает, выращая, как же поднять тут житё белорусское, как подтягнуть Менск. И в реште, в реште, он выращая, что гости поча, здесь те осесть и выбирая в улицу Александровскую. Теперь мы ведем её под названием Максима Богдановича. Но про всё по порядку. Историчная першопочатковая назва этой улицы – Великая Борисовская, вышла у бок Борисова. Были ещё наименние Троицкая, Шпитальная. За советским часом – Горького. Но в 1913 году сталася и она Александровская, названный гонор императора Александра I. Менита сюда редактор и выдавец, как сам пригадывал поставить первую белорусскую ногу. И с такого часу Менск, как кажут летописцы, начал белорусизоваться. Дякуючи Уласову, на Александровской з'явилось два новых часописа – Саха и Лучинка. До речи, адрадженцы у ЖАР казали, что можно у гоноргетых выданию навод переназвать и всю улицу. То и на уратце Калистаница. А вот памятный знак у гоноргетых часописов обовязково треба улыбковать. И по секрети скажу – ссором, что догадывали такого знака нема. Бо працавали тут с пресс-зорки. Ядзвигенша – знакомитый прозаик Антон Лявицкий, один спочинальников белорусской мастацкой прозы. А Лаиза Пашкевич – больш ведомая под псиудонимом «тетка» – поэтесса, которая начала ранее писать по белорусской версии «За Купалу и Колоса». Бывала тут и иншая поэтесса Констанция Буйло, Влад Костанковичанка – будущая жёнка Купалы, Альберт Паулович – знанный ментский поэт, Владислав Голубов – театральный дедж, Язеп Фарботко – письменник и перокладчик. А где размещался гарнизон редакции, как его называли? Тяжко поверить, но в том самом доме, где народился Максим Богданович. Классик белорусской литературы народился 9-го снежня 1891 года в доме Карказовича, у Наставницкой кватеры. Там же в первом приходском училище выкладывал батька Максима. Уславлена теперь в улице Угонар Богдановича. Тут размещается ему помник. У Сталевана памятная шильда. Есть литературный музей его имя. И книгарня Вянок – Угонар одинного прожитёвого сборника поэта. Ну и Головное – место, где стоял дом, теперь обозначено памятным знаком. Тут и выявы слудских поясов, опятые Максимом, и выявы родного дома, и цитаты классика. Хотя, вместо памятного знака, мусил быть обновлен сам дом, где плановалось разработать музей. Обязанки – цацанки. Сталося то, что есть. Вертающиеся до сихи Лучинки, нужно сказать, что наиболее знакомитыми были пятничные встречи. Сбирались так наши классики, отпочивали, читали свои творы, оценивали, критиковали, укладывали часопис Лучинка. После официальной части начинались гульные и забавы. Вместо мебли у редакции были дровляные скрыни из-под товара. На одной из такой скрыней смещался и грав целый оркестр с местных молодёнов из духовного училища. Грали на балалайках и мандолинах. Тые пятничные встречи сделали модными в городе. И не только сирот беларусов. Бои литовицы и местовые поляки, либеральная интеллигенция, как узгадывались участники, пронюхавшие про беларусские пятницы, стягивались на Александровскую улицу. И народу прилеплялась, как до кома снег. Формировались беларусские трупы, книгарня. Где был путь беларусских книжек? Всё створалось и при редакции знакомитых часописов. Сначала тут, а потом по улице Захариевской, 24. Теперь это проспект Незалежности. Ох, сдаётся и шмат уже мы распавели про беларускость в улице Богдановича. Але сто год назад, не поблизу отсюль, размещалася Менская беларуская гимназия за часами Беларусской народной республики. В эту гимназию давали деток свядомые беларусы, а наставники працевали с великим импетом. Хоть забеспеченным материально было вельми складано. Ну, всё, как и теперь. День начала ещё и 22-я беларуская школа, где наставником был Макар Крауцов. Он автор знакомитых гимна Беларусской народной республики «Мы выйдем с чильными родами». Он же сябра Рада БНР. Так само по этой улице жил вядомый фотомастак Лев Дашкевич, автор многих знакомитых прац. Коли мы с вами будем идти по улице Богдановича, давайте памятать, что минута тут началось формирование Менской как столицы беларусского життя. И тому символично, что тут повстал помник Езепу Драздовича с выявой погони. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зорка Венера Зашла на землю Всем спасибо за просмотр этого видео. Лепшая поддержка для нас будет Ваш лайк-подобайка, подписка и так само комментарий. И, конечно, помните, где есть белорусское место силы.